Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и пришло время рассказать вам о трёх первых нациях, которые анонсировали для дополнения Gathering Storm к игре Seedmers Civilization VI. Вначале появилась Венгрия во главе с Матвеем I Корвином. Матвей I Корвин или Матьеш Хуньеди, король, при котором средневековое венгерское королевство достигло пика своего могущества. Способность цивилизации жемчужина Дуная, именно так называли Будапешт в то время, потому что жена Матьеша Беатрис Арагонская приобщила Венгрию к культуре итальянского ренессанса. Блеск королевского двора в Буде, жемчужине Дуная, ну кто не в курсе, Будапешт это конгломерат двух городов, даже трёх, Будды, Пешта и Обуды. Так вот, блеск королевского двора притягивал к себе учёных, деятелей культуры, гуманистов и просто образованных людей со всей Европы того времени. Вернусь к способности цивилизации, жемчужина Дуная даёт плюс 50% производства районам и зданиям, если они построены на другом от центра города, берегу реки. Собственно, конкретная отсылка к Будде и Пешту. Уникальное здание Венгрии называется геотермальные бани. Они заменяют зоопарк, дают плюс 2 довольства и плюс 2 производства городам в радиусе 6 тайлов, плюс 2 дополнительных довольства и плюс 3 туризма городу, если в радиусе города есть геотермальный источник. Это новый ресурс, который появится только в дополнении. Уникальный юнит Венгров называется гусар. Открывается в военной науке, заменяет юнит кавалерия, имеет 65 боевой мощи, 5 очков перемещения, получает плюс 3 дополнительной боевой мощи за каждый активный союз. Так что, ребята, с Венгрией лучше союзы не заключать. Способность лидера называется король ворон. Ну, в общем-то, прозвище Матвея I Корвина. Корвин переводится с латыни как ворон, потому что у него на гербе был ворон. Эта способность дает плюс 2 посла в город-государство при найме юнитов этого города. То есть, когда вы в город-государство нанимаете юниты, туда сразу отправляются 2 посла. Нанятые у городов-государств юниты получают плюс 2 очка перемещения, плюс 5 к боевой мощи, а улучшение таких юнитов не требует золота и ресурсов. Кроме того, способность лидера дает уникальный юнит Черная Армия в технологии замки. Черная Армия — это юнит лёгкой кавалерии, который заменяет рысака. Ну, рысак — это тоже будет новый юнит в дополнение к Гезериншторм. Имеет 50 боевой мощи, 4 очка перемещения, плюс 3 боевой мощи рядом с нанятыми войсками. То есть, я так понимаю, именно рядом с юнитами городов-государств, которые вы наняли. Кроме того, Черная Армия повышается как раз в гусаров. То есть, у зенгров есть 2 подряд уникальных юнита, которые повышаются друг в друга. Мягко говоря, нация выглядит очень сильно, все её способности офигительные. То есть, вы имеете плюс 50% к производству районов, только потому что они на другом берегу от вашего города расположены. Напоминаю, Нубия многими считается слишком крутой нацией, потому что у неё плюс 20% производства к районам. И плюс 40%, если рядом есть Нубийская пирамида. Но Нубийскую пирамиду только в пустыне можно построить, её ещё сначала надо построить. А тут плюс 50% сразу. Просто будь на другом берегу реки. Да, правда, не всегда реки бывают, но я просто уверен, что венграм будут реки завозить. Уникальное здание отлично подходит для высоких городов, потому что мало того, что даёт довольство, так ещё и производство добавляет. А если завезёт геотермальный источник, так ещё больше довольства получаем. Способность лидера офигительная, потому что у городов-государств юниты всегда каких-то ранних эпох, сплошные дуболомы и лучники. А тут вы, да, потратите деньги на их найм, но зато потом совершенно бесплатно их апните. Другое дело, они временные, конечно, у вас будут, потому что юниты городов-государств дают на время. Но они у вас всегда будут максимально улучшены. И потратить там, ну, буквально 150 золотых на найм юнитов города-государства – это неплохой бонус. Да, я видел в комментариях, писали, мол, можно такую контр-стратегию против Венгрии сделать, дождаться, когда он засоюзит город-государство, купит их юниты, а потом пересузеренить его, отправив туда послов. Но вы серьёзно будете вот в ФФА держать всех своих послов, не тратить их никуда, ожидая, когда Венгрия засоюзит город-государство? Тем более, что она же может это сделать с несколькими городами. В общем, пока предварительно Венгрия выглядит очень-очень сильной, и думаю, в сетевых играх её будут банить. Но опять же, давайте дождёмся релиза. Следующей нацией были анонсированы Маори с лидером Купе. Ну, они в прямом и переносном смысле потомки полинезийцев из Пятой Цивы. В прямом смысле, потому что действительно Маори по генетике – это потомки полинезийцев, которые из Полинезии решили куда-то переселиться, а в переносном, потому что очень похожи их бонусы на то, что было в Полинезии. Более того, в Пятой Циве уникальный юнит Полинезии назывался Маори. Итак, способность цивилизации называется Мана. Игрок начинает с открытыми технологиями мореходства и судостроения, и с самого начала игры можно плавать по тайлам океана. Погруженные на воду юниты получают плюс 5 боевой мощи и плюс 2 к очкам перемещений. Неулучшенные обычные и тропические леса получают плюс 1 производство. После открытия цивика охрана природы дают еще плюс 2 производства. Рыбацкое судно получает плюс 1 дополнительную еду и вызывает культурный захват соседних тайлов. Нельзя собирать ресурсы с тайлов, нельзя нанимать великих писателей. Способность лидера называется Путешествие Купе. Игрок начинает игру в море, но при этом получает 2 науки и 2 культуры каждый ход до основания первого города. При основании столицы игрок получает бесплатного строителя и одного дополнительного жителя. Дворец дает дополнительно плюс 3 жилья и плюс 1 удовольство. Уникальное здание Маори называется Марая. Заменяет амфитеатр. Плюс 2 веры и плюс 2 культуры всем соседним тайлом с проходимыми особенностями местности, например, пойма. После открытия технологии авиация дает плюс 2 туризма всем тайлом города с особенностью местности. Не содержит слотов для шедевров. Уникальный юнит Маори называется ТОА. 40 боевой мощи, 2 очка перемещения. Может строить улучшение ПА. Способность Хака дает минус 5 боевой мощи соседним вражеским юнитам. Это прикольно, потому что это практически то же самое, что и было у уникального юнита Полинезии в 5 циве. Он там давал минус 10% по-моему боевой мощи рядом находящимся юнитам. Вначале кажется, что Маори тоже какая-то сверхнация, но разобравшись поближе, все-таки нет. Да, на морских картах Маори, несомненно, надо банить. Но на всех остальных довольно средне получается, я бы даже сказал, слабовато. Вот смотрите. Да, вначале у нее есть две науки и две культуры. Но вы не можете сразу город поставить. Вы находитесь в море, в океане. Вам надо плыть, чтобы найти место. И если даже предположить, что все остальные игроки тоже будут ходить, чтобы найти место, у Маори намного меньше вариантов. Потому что им сначала надо доплыть до побережья, а потом еще на этом побережье выбирать, где город поставить. Да, они получают каждый ход две науки и две культуры. Но все остальные игроки, поставив город, примерно столько науки и культуры тоже будут получать. Но там чуть меньше с первого жителя, но это не критично. А при этом они еще будут и еду получать, и производство, и деньги. Да, Маори получит сразу двух жителей в городе. Но к тому моменту, как они поставят город, у некоторых игроков может быть и три жителя. И единственное, что тут действительно классно, это дополнительное жилье и довольство от дворца. То есть Маори сможет столицу выращивать намного больше, чем все остальные. И вопрос, хватит ли этого бонуса для того, чтобы нагнать других игроков. Это можно будет понять только поиграв. Да, классно, что у Маори сразу открыты мореходства и судостроения. И что они могут сразу плавать по океанам. Но это опять же бонусы, которые классны именно на морских картах. Но, например, против Норвегии, как мне кажется, Маори выглядит послабее. Сначала кажется, что плюс одно производство для обычных и тропических лесов, лесов это какая-то имба. Но потом дальше читаешь, что при этом нельзя собирать ресурсы стайлов, и понимаешь, что это не имба, а очень даже большой штраф. То есть вы не можете вырубить камень, чтобы получить производство, вырубить рис, чтобы получить еду и так далее. И вот это плюс одно производство от лесов, по моему мнению, вряд ли заменит возможность собирать ресурсы. Ну и кроме того, нельзя нанимать великих писателей. Это скорее только штраф к возможности победить культурной победой. Но в принципе тоже не самая приятная способность. Да, рыбацкие суда захватывают соседние тайлы. Но это опять же только на морских картах нормально будет работать. На панге не то чтобы офигительный бонус. Да, интересно, что сразу открытое судостроение означает, что Маори уже находится в античности. Тут вопрос, конечно, получат ли они сразу в начале игры очки к эпохе. Это первое за выход в античность. А второе, видимо, когда Маори в игре, вся карта будет быстрее выходить в античность. Уникальный юнит Маори, кстати, заменяет мечника. И во многом похож на легионера, потому что улучшение Паа это практически тот же форт, которому умеют строить легионеры. Но при этом Туа, уникальный юнит Маори, еще и снижает боевую мощь соседних юнитов. Так что он даже сильнее легионера внезапно оказывается. Так что предварительно я бы сказал, что Маори все-таки слабовато выглядят. Но опять же, давайте дождемся релиза и поиграем, прежде чем делать какие-либо выводы. И, наконец, вчера анонсировали Канаду. Ну, по-моему, выбор Канады и Австралии для шестой цивы – это чистый маркетинговый ход, потому что я даже не могу назвать это цивилизациями. Это скорее страны. Что Австралия, что Канада – это страна. Но нету такой цивилизации Канада. Кроме того, в шестой цивилизации уже есть Кри – индейцы, которые жили на территории Канады. Так что в шестой цивилизации у нас аж две Канады. Лидером цивилизации Канада будет Уилфрид Лорье. Способность цивилизации называется «Четыре лица мира». Судя по всему, название происходит из речи нобелевского лауреата Лестера Боулса Пирсона «The Fourth Face of Peace». Канада не может объявлять внезапную войну цивилизациям или городам-государствам. Другие цивилизации тоже не могут объявлять внезапную войну Канаде. Плюс одна дипломатическая услуга «Вход за каждые 100 туризма». Ну, это, опять же, механика из дополнения новая. И плюс 100% дипломатических услуг за успешное выполнение кризисов и соревнований. Способность лидера называется «Последний лучший Запад». Я не знаю, как лучше и правильнее перевести этот фразеологизм. «Last best west». Этот слоган использовался для перспективных иммигрантов в канадские прерии. То есть, чтобы заманить переселенцев в конце 19 века на канадский запад, он назывался «Last best west». Так вот, эта способность позволяет Канаде строить фермы в тундре, а после открытия цивико-строительная инженерия – на холмах в тундре. При этом стоимость покупки тайлов с тундрой и снегом на 50% меньше, а ресурсов на тайлов с тундрой и снегом добывается в два раза больше. То есть, еще одна нация вместе с Россией со способностью на клетки тундры. Хотя мне все-таки кажется, что способности и возможности у России посильнее. Уникальное улучшение – внезапно хоккейный каток Ice Hockey Ring. Ну, почему внезапно? Для Канады, само собой разумеющееся, хоть они все-таки придумали хоккей. Так вот, это улучшение дает плюс одно довольство и плюс два престижа, плюс одну культуру за каждый соседний тайл со снегом, снежным холмом, тундрой и тундрой с холмом, а после открытия технологии авиация дает туризм равной культуре улучшения. Кроме того, после открытия профессионального спорта еще добавляются плюс две еды и плюс два производства. Если рядом с хоккейным катком построен стадион, то еще плюс четыре культуры. Правда, хоккейный каток можно строить только на тайлах тундры и снега, а также только одну штуку на один город. Ну и уникальный юнит «Конная полиция» имеет 60 боевой мощи и 5 очков перемещения. Это юнит новой эры, который может создавать национальные парки. При этом «Конная полиция» будет иметь плюс пять к боевой мощи при сражении в радиусе двух тайлов от национального парка. И еще плюс пять к боевой мощи, если этот национальный парк принадлежит Канаде. Ну, честно говоря, уникальный юнит очень-очень ситуативный, потому что национальные парки в игре создаются очень редко. Не потому что игроки о них забывают, а потому что не так много мест, где эти национальные парки можно создать. Поэтому бонусы вот этой «Конной полиции» я очень сомневаюсь, что будут часто работать. Так что Канада выглядит довольно средней нацией. Во-первых, потому что она, получается, не может города-государства захватывать. Судя по всему, раз она не может объявлять внезапные войны городам-государствам. Правда, и ей не могут внезапную войну объявить. Ну, господи, обвините Канаду и через пять ходов объявите ей войну. Какая разница? И сама Канада не может подготовиться к войне и внезапно на вас напасть. Непонятно пока, насколько классные будут бонусы на дипломатическую услугу. Ну, а способности на тундры выглядят немного слабыми по сравнению с той же Россией. Так что, мне кажется, Канада не то чтобы сильная нация. Из всех трёх представленных Венгрия выглядит очень хорошо, а Маори и Канада такими среднячками, которые на некоторых картах могут быть очень сильны. Ну что ж, первые три нации анонсированы. Ваше мнение о них я надеюсь прочитать в комментариях. А на этом пока всё. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своём экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok